22 октября, день Иакова. Иакова Алфеева причисляли к числу 12 апостолов. Ранее его имя было Матвей, и занимался он сбором податей. Встреча с Иисусом изменила его судьбу. Приняв с другими апостолами Духа Святого, он отправился к язычникам проповедовать Христа. Разжегшись огнем ревности божественной, он попалял терния безбожников, сокрушал идолов, храмы их разорял, врачевал различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое множество людей привел к Христу. В народе этот день называют днем Якова Дровопильца. Загадавливать дрова старались именно сейчас, поскольку ранее надо было делать другие дела. Сейчас же, когда работы в поле прекращались и развлечения тоже, можно было позаботиться о том, чтобы нарубить дров и сложить их в амбаре. Дело это очень ответственное и от него зависело, будет ли в доме тепло зимой. Традиционно в этот день готовили овсяную, ячневую, пшеничную кашу. Кашу хозяйки подавали с салом или маслом, пекли пироги с кашей, угощая им соседей и родственников. Ходили в лес для сбора сыроежек, собранные грибы солили или жарили вместе с картофелем. Из леса старались вернуться до наступления темноты, поскольку дни становились короче, а ночью было уже холодно. Верили в лесных духов, потому проводили многочисленные обряды, задабривали Борового, это хозяин леса. Для него оставляли в лесу горшок каши, кусок хлеба и платок для жены Борового, которую называли Боровухой. Считали, что в еловых и сосновых лесах живут духи с буйным нравом, поэтому задабривали их приметы. Приготовленные в этот день дрова дают больше тепла. Много шелуки на луке, зима будет суровой. Если вишневые листья сегодня еще не опали, ожидай оттепели. Ранний и глубокий снег, даже если он сойдет к будущему урожаю. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.